Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня 15 марта, первый солнечный денек за последнее время. И я вынесла несколько своих лотков, те которые для раннего урожая, в теплицу. Несмотря на то, что на улице сугробы, в теплице я посмотрела 32 градуса. Вот даже несколько часов на солнце очень повышают иммунитет растений. Ой, мне тут неудобно стоять. Сейчас, подождите. И если солнце спрячется, я, конечно, их занесу, но хотя бы час или два они постоят, и внешний вид их сразу улучшится. Сейчас покажу вам температуру. Солнце отсвечивает. Вот 32 градуса, но это только потому, что солнце. Сейчас, как только солнышко спрячется, Ой, вот сейчас, ложу как обезьяна здесь, Вот сейчас они на втором ярусе у меня, Там, где самый-самый теплый воздух в теплице, Если будет чуть-чуть прохладно, я их сразу тащу домой. Это вынужденная мера, потому что посевы зимние, 29 января, И если они очень долго будут расти без солнца, с искусственным освещением, Конечно, это будет плохо сказываться на качестве рассады. Вот они и так неплохие, но если еще солнышко, Во-первых, грунт обеззараживает, Появление черной ножки предохраняет, Фотосинтез усиливается в листьях. Все эти процессы. Солнце это то, что нашим растениям необходимо. При первой возможности сразу же дайте им глоток солнца. Вот этот обзор рассады на 15 марта. С вами была Ольга Чернова. Ой, подождите, а то я на второй этаж еле влезла. В моем возрасте скакать уже сложно. Вот, как будет расти рассада, я буду показывать в дальнейшем. Почти каждый день выкладываю, Как выглядят ранние рассады, посевы, Как выглядят поздние. Все это буду показывать. Вот это у меня в этих лотках Наши сибирские сорта. Настенька, Демидов, Петруша, Сибирская тройка, Госпожа Уздача. Те, которые, видите, они какие коренастые. Именно те, которые не израстают в рассаде, Которые имеют толстые стволики. Видите, они какие толстые стволики. Невысокий сам ствол в высоту. И они очень-очень удобны для выращивания, Для ранних посевов. Они выносливые и не вытягиваются. До свидания. Ой.